Вебинар, как вы видите, называется «Спорт», будем говорить о спорте, но я хотела бы, конечно, затронуть сенсорику, сенсорные системы и об этом тоже поговорить. Поэтому по ходу вебинара, если у вас будут вопросы не только по занятиям, по спортивным каким-то моментам, а и по сенсорным, я буду что-то рассказывать, не очень может быть подробно, хочу больше коснуться упражнений, конечно. Мы говорим о спорте, о сенсорике, ни для кого не секрет, что спорт имеет очень большое значение для развития человека, ребенка. И если мы будем наблюдать за детьми, за обычными детьми и не за обычными, за всеми, да, и если созданы условия для того, чтобы двигаться, для того, чтобы где-то лазить, ползать, бегать, то дети обычно этой возможностью пользуются. Ну, конечно, современные дети у нас увлечены больше гаджетами, если у них есть возможность просто посидеть, там, поиграть или посмотреть какие-то ролики, то вряд ли они побегут гонять мяч или там по лестникам лазить. То есть это сейчас больше, конечно, замотивировать ребенка, больше вот этот груз лежит на родителях, а как родители выстраивают спортивную жизнь, активную жизнь своих детей. Вот это очень важно и важно для обычных детей и в разы важнее для детей с особенностями развития. Сейчас мы поговорим, почему мы такое большое внимание уделяем спорту именно для детей, у которых есть какие-то особенности, да, потому что я всем родителям всегда, когда занималась детьми, когда провожу консультации, я всегда делаю упор на то, что лучше уделяйте больше внимания активности ребенка, нежели каким-то занятием, ну, просто за столом, да, там, работе с карточками. Всему надо уделять внимание, это безусловно. Но именно физическая активность у ребенка должна быть ежедневно, потому что у детей с особенностями всегда, ну, не знаю, 99%, а, наверное, 100% у них проблемы бывают с сенсорным восприятием, да, и физическая активность, спорт нужен для того, чтобы вот выровнять психофизические тонны, для того, чтобы настроить сенсорные системы. Сейчас, наверное, немножко расскажу я о сенсорных системах, а потом мы уже, сейчас, да, перейдем уже непосредственно больше к физическим всяким нюансам упражнениям. Ну, что такое сенсорная система, да, за каждую сенсорную систему у нас в организме отвечает часть, какая-то часть нервной системы. Это такой пучок, ну, пучок волокон, да, нервных, которые этой системой управляют. И вот во всех вот этих сенсорных органах происходит преобразование энергии внешнего стимула, что-то воздействует на сенсорную систему, да, и вот этот внешний стимул, когда проходит сигнал, мозг преобразуется в какой-то нервный сигнал. Этот сигнал дает команду системе, как отреагировать. Вот у детей с особенностями зачастую вот здесь какие-то нарушения есть, да, и у всех они разные, нельзя сказать, что вот аутист, и у него вот такое нарушение будет сенсорное, да, такого нет, потому что настолько у всех все разное, да, прохождение, насколько это сигнал, с какой скоростью он проходит. Как эта система воспринимает этот сигнал, как она его перерабатывает, какой обратный отклик она дает. То есть у всех настолько это, ну, по-разному происходит, что, ну, нет единого подхода. Как нет единого подхода в обучении ребенка с особенностями, да, ну, с аутизмом, так и нет единого подхода для того, чтобы составить, вот, всем детям, да, одинаковый какой-то комплекс. Как в других случаях, например, ну, какое там нарушение, может быть, да, там, ну, проблемы с позвоночником. Есть определенный комплекс упражнений, делайте, да, и вам дух нормально поможет. Здесь так не работает. Так, рассказать вам немножечко о сенсорных системах, потому что дальше. Какие есть сенсорные системы? Да, хорошо, смотрите. Ну, мы сегодня будем больше о тех системах, которые затрагивают именно физические, ну, спор, да, с которыми мы можем повлиять физические упражнения. А может быть, тогда в другие какие-то вебинары я засунула и другие системы. Ну, во-первых, это кожный анализатор, да, это тактильная наша система, то, что чувствует наша кожа. Соответственно, с помощью упражнений, что, как мы можем эту систему простимулировать, да, или как-то выровнять, повлиять на нее. Это упражнения, которые связаны с гладкая, шершавая, твердая, мягкая, теплая, холодная, да, или холодная, горячая. То есть то, что мы можем почувствовать кожей, это вот влияние на кожный анализатор, на тактильную систему. И когда вы разрабатываете, ну, будете разрабатывать для ребенка, ну, к примеру, сенсорную диету, если вы сами это будете делать, ну, или будет специалист для вас делать, то есть вот эти моменты можно предусмотреть и включить их в задания спортивные. Вполне, да, там, например, проползки, когда полосу препятствий делаете для ребенка, то можно вот это учитывать, да, и всякие коврики, и шершавые, и скользкие, и мокрые, и теплые, и холодные, то есть вот это все можно учесть для того, чтобы простимулировать вот эту кожную систему, вот активную, кожный анализатор. Зрительный анализатор. Казалось бы, да, как спорт, зрительные глаза, как здесь. Но, тем не менее, очень часто бывает проблема вот в этой связке глаз-рука, глаз-нога. Прежде чем что-то делать, мы должны увидеть, да, прежде чем ударить по мячу, мы должны его увидеть и рассчитать точность, как чтобы, ну, нога попала правильно в мяч, да, чтобы руками куда-то там забросить то и самое мяч, или, не знаю, что там, дротик бросить, все что угодно, то же самое нужно рассчитать, ну, или ударить там ракеткой по мячу, то же самое нужно, чтобы зрительный анализатор работал вот в складке вместе с телом, да, и для этого, для чего у нас зрительный анализатор нужен? Это переключение, переключение внимания, ближе, дальше, вправо, влево, да, насколько он настроен, проекции тут же, то же самое, насколько вот этот момент у ребенка настроен. Это первый момент, да, то есть насколько глаза могут проанализировать, ну, то есть подать сигнал в правильную нервную систему для того, чтобы тело отреагировало на этот сигнал. Ну, к примеру, вот, знаете, я такой тест делаю, бросаю в ребенка, ну, какой-то мяч, ну, или шарик, например, да, то есть если я вижу, что совсем у ребенка зрительный вот этот анализатор расстроен, да, отсюда у нас и стимы всякие, там, махи руками и все прочее, зрительный анализатор расстроен. То есть можно бросить мяч, какой рефлекс обычно, да, когда вы видите, что на вас летит мяч, вы выставляете руки, да, нервная система дает сигнал, что приближается какой-то объект, там, к вам в лицо, да, дает сигнал рукам, например, оттолкнуть или дает сигнал пригнуться, да, или куда-то в сторону. Это все работает зрительный анализатор, который вовремя проработал информацию вот эту и дал сигнал остальным системам сенсорным, как отреагировать. Вот у детей с особенностями часто вот этот момент хромает, да, я такой провожу тест, отрастаю шарик и летит этот шарик надувной, ну, да, этот воздушный шар в лицо, ну, или какой-то мяч такой, да, не тяжелый, летит в лицо и ударяется в лоб и падает, и ребенок потом только посмотрит. Хорошо, если смотрит, что там в него прилетело. А иногда они даже не успевают, то есть настолько отстает, настолько система расстроена, что они никак не реагируют, не успевают прореагировать. Вот, например, у моего ребенка была очень долгая проблема такая, что вот он мог бежать, споткнуться, он падал, и он не успевал даже ни руки, ни как-то не скруппироваться, да, ничего сделать, он просто падал лицом. Ну, на асфальте спотыкался, значит, у вас фальт лицом падал. На земле, значит, носом в землю. То есть, ну, тут понятно, не только зрительный, когда падает человек, тут не только зрительный анализатор работает, но вот в примере, когда летит что-то в вас, там прям первонаперво зрительная система должна отреагировать и правильный сигнал подать. Это первый момент. Это который мы тоже с помощью упражнений, с помощью спорта отрабатываем. Второй момент. С помощью зрительного анализатора формируется цветоощущение, да, и происходит переработка информации. Это тоже, ну, с цветоощущением, естественно, мы можем проработать не только с помощью спорта и физических там упражнений, а это мы и за столом делаем, когда какие-то навыки другие отрабатываем, но в спортивных упражнениях это тоже можно сделать, да. Можно бросать мячи разного цвета в разные места, или бросать мяч в разные мишени разного цвета, там на стене приклеить какие-то кружочки разного цвета, и, ну, то есть, какая-то такая спортивная сортировка, да, придумать. То есть, мы здесь и с цветоощущением можем проработать, именно работая со зрительным анализатором. Ну, и такие виды спорта, как там, где связка глаз, ну, с остальными системами, тот же теннис большой, ну, или маленький пинг-понг, да, надо увидеть мяч, надо вовремя направить руку, чтобы этот мяч отбить, ну, или футбол, там, волейбол, баскетбол, все что угодно. Все виды, мы дальше будем тоже про это говорить, сейчас коротко. Все виды спорта, где, ну, нужно отреагировать сначала, ну, зрительный, да, сигнал идет, и потом он ожидает команду другим системам. Дальше, что еще мы используем? Слуховой, слуховой анализатор. Здесь то же самое, с помощью упражнений, с помощью каких-то спортивных занятий мы можем отработать переключение. С одного действия на другой. То есть, насколько ребенок может услышать быстро инструкцию, да, или свисток по свистку, какие-то действия он должен менять. Это тоже мы можем с помощью спортивных упражнений проработать. Проекционные зоны, опять-таки, тут же, да, тише, громче, что звучит, куда подбежать. Насколько ребенок слышит, ну, не просто слышит, да, а может этот звук правильно обработать. Проводимость, опять-таки, вот здесь вот этой вот слухового анализатора. Здесь мы как раз-таки говорим о фонемах, когда вот нарушение бывает фонематического слуха у детей. Это вот говорит о том, что слуховой анализатор, там с проводимостью что-то не так, да. То есть, ребенок слышит что-то, пока оно доходит до нервной системы, до того места, где это все обрабатывается, приходит какой-то искаженный сигнал, соответственно, ребенок не распознает обращенную речь. Он слышит звук, да. Слух может быть идеальный, ну, в плане слышимости, что бывает, как у маленьких деток, да, на имени отзывается. Проверяют слух, ребенок слышит, все нормально. Почему не называется, непонятно. Потому что он слышит кучу этих звуков всяких разных, и вычленить, что это имя его, да, если он каждый раз это имя слышит по-разному, он просто не может. Потому что это всегда звучит по-другому как-то, с искажением, просто абра-кадабра какая-то. Слуховой анализатор также занимается переработкой информации, да, правильно, правильно, мало того, что правильно надо услышать, правильно нужно переработать, дать ответный сигнал, да, как-то или, ну, действие какое-то выполнить, если это инструкция, да, например, там, когда мы работаем с имитацией, ну, даже не с имитацией, а выполнением основных действий, и просим ребенка, там, попрыгай, похлопай, покружись, включи свет, закрой дверь, да, даем инструкции простые. Нужно правильно отреагировать. Ребенок услышал то, что нужно сделать. Опять-таки здесь сколько времени это занимает, пока сигнал приходит, вот туда, да, в нервную систему, дается ответ, как ребенок отреагировал. То есть надо или ответить, да, или что-то, действие какое-то совершить. Ну, и слуховая адаптация тут же, да, почему у многих деток у нас гипочувствительные, или гиперчувствительные, аудиочувствительные, не переносят резких звуков, каких-то шумов, или каких-то определенных частот. Опять-таки слуховой анализатор расстроен. То есть что-то там не так. Ну, вот тоже с помощью спортивных каких-то упражнений мы и с слуховым анализатором работаем. Вестибулярные анализаторы, вестибулярная система. Это равновесие, да, насколько, как ребенок может свое тело ощущать в пространстве, как он им может владеть, как он может удерживать равновесие, если положение тела меняется, там какие-то наклоны. Это все тоже отрабатывается. Сюда же гравитационная система. Гравитационная система – это когда, ну, теряется вот это ощущение, да, где вверх, где вниз. То есть ребенок отрывается ноги, если от земли, все, уже потерялся. Да, сразу мозг дает команду, что происходит, да, и все сразу, все системы расстроены. Такие детки обычно, ну, не любят, чтобы их на руки брали, там, и залезать никуда не хотят, на лестнице, на качелях не очень, да, они любят качаться, потому что сразу все непонятно, что происходит, они потерялись. Ну, то есть неизвестно, какие ощущения у всех по-разному они. Вот. А у тех, у кого гипочувствительные, соответственно, они будут в сенсорном поиске, они будут вот эти сигналы все ловить, ловить, да, вот как ненасытно будут, наоборот, качаться на качелях, пытаться куда-то залезать, и все прочее, там, кружиться, вертеться на каруселях кататься. Так, какая у нас еще система? Проприоцептивная еще, да, то, что часто тоже очень страдает. Проприоцепторы – это как бы сенсоры, да, рецепторы, которые находятся в наших суставах, наших мышцах, наших связках. При раздражении, да, ну, то есть, когда происходит, ну, нажатие, прыжок, удар, эти рецепторы, они, ну, как бы, да, возбуждаются, да, и тоже подают сигнал в нервную систему для того, чтобы какое-то действие совершить, для того, чтобы мышцы сократились или расслабились, в зависимости от того, какое действие нужно совершить, да, насколько, опять-таки, этот сигнал правильно пришел. И вот если вот проприоцептивная система расстроена у ребенка, то, ну, что родители могут наблюдать, это или дети там тяжести какие-то любят таскать, там, зажиматься куда-то там за диван, толкаться любят или поведением своим выводят на то, чтобы их как-то сжали, тянули за руку, может быть, да, они упираются, их ведут. То есть они иногда упираются не потому, что не хотят идти, а потому что они вот ощущают классно вот это вот, что их тянут. И это говорит о том, что, ну, вот такие, да, и подобные признаки говорят о том, что в проприоцептивной системе у нас разлад такой, и это тоже, вот, кстати, с помощью спорта, с помощью физических упражнений тоже нарабатывает. Мы учим вот эти сенсорные системы воспринимать сигнал правильно. Так, и у нас еще обоняние, вкус и висцеральная система остались. Они, конечно, менее задействованы вот в физических упражнениях спортивных, потому что обонятельная и вкусовая система, они раздражаются с помощью химического воздействия какого-то, да, то есть в рот попала, там, каша, суп, лимон, и вкусовая система раздражается, дает сигнал в мозг, да, что это такое, вкусно, сладко, там, горько. Ну, и обонятельная система тоже раздражается химическим раздражителем, химическим стимулом, когда запах. То есть, ну, есть дети, да, михачи, которые там реагируют очень, не могут зайти, например, куда-то в туалет, где был распилен, ну, освежитель воздуха, да, или, когда духи какие-то на человеке, ребенок может как-то прореагировать. Нет, я когда работала там в центрах, то есть, зная дети, которые, вот, михачи у нас такие были, то есть, вообще минимально, что никаких запахов от человека не было, то есть никаких духов, там, ничего такого покучего, чтобы лишний раз не нагружать вот эту систему у ребенка. А висцеральная система – это система, которая отвечает за внутреннее состояние организма. Она тоже часто бывает расстроена, но, ну, по моим наблюдениям, она начинает как-то настраиваться, когда вот остальные системы уже более-менее работают, ребенок начинает чувствовать тело. Висцеральная система, она отвечает за то, что вот внутри у человека, да, кушать хочет, не хочет, холодно или не холодно, они же ему не чувствуют, да, хотят есть или нет. Наполняется ли мочевой пузырь или нет, то есть они могут не чувствовать, хотят ли они писать, какать. Соответственно, многие поэтому не приучаются к туалету, к горшку, потому что они банально не чувствуют, хотят они в туалет или нет. Они играют там, да, они не чувствуют, что мочевой пузырь наполняется, где играли, там и написали. Вот такое, и довольно до такого возраста бывает, это взрослые, там, бывает 5-6 лет, и дети еще в памперсах. Но обычно это вот такие детки, у которых вот остальные системы все расстроены, и висцеральная система, она, естественно, тоже будет не в порядке, тоже будет как-то барахли, да. Соответственно, это и на поведении, и на навыках, на всем отражается. Так, поняли, да, про сенсорную систему? Мы будем говорить в основном про все сегодня, то, что физическими упражнениями мы можем затрагивать, ну, вот кроме вонятельной, вкусовой и висцеральной. Наверное, эти мы сегодня не будем затрагивать. Так, были вопросы тут. Сейчас я посмотрю. Ольга пишет, у нас ребенка медленно зреет мозг, отражается на зрелости сетчатки. Да, вот видите, если мозг отстает, да, нейронные связи очень медленно развиваются, соответственно, все сенсорные системы будут запаздывать. Они будут, ну, во-первых, латентный период, скорее всего, будет увеличен. Насколько стимул повлиял, да, на организм, на любую сенсорную систему, очень медленно будет идти сигнал, очень медленно будет перерабатываться, очень медленный будет ответ. Так, по зрению, что эти медикаменты вам прописывают? По зрению, ничего не прописывают. У меня ребенок в очках с двух лет, потому что, ну, мышцы глазные, они отставали, тоже в том числе, и, знаете, да, ленивый глаз, когда разные сигналы получает мозг от разных, ну, и два глаза, да, когда зрительная система настроена правильно, хорошо, то мозг эти два сигнала, которые поступают от двух глаз, сводит воедино, и получается одна картинка. Когда там что-то с восприятием не так, плохо работает, да, два глаза подают две картинки, получается, в мозг, да, и мозг вместо одной картинки видит две, то есть вместо одной машины он будет видеть две машины. Соответственно, это неудобно, да, двойная перегрузка, и обычно мозг принимает сигнал только от одного глаза, который, ну, может быть, где быстрее сигнал проходит, да, второй глаз отключается, соответственно, начинает косить. Это, кстати, тоже наблюдаю, каким глазом смотрит ребенок в занятиях, ну, то есть даже в обычного человека вы можете посмотреть, какой, каким глазом сейчас человек смотрит. Просто когда в норме это все, да, переключение происходит быстро, правый-левый, правый-левый, и они тренируются одинаково. А если вот эта система расстроена, то может глаз один вообще отключиться, и ребенок будет смотреть одним глазом, а второй, ну, это будет видно, а второй будет косить обычно там, или внутрь, или в сторону. Это значит, что мозг отключил его просто, ну, чтобы не обрабатывать, да, вот два вот этих сигнала разных. Какую работу-то надо проделать. Так, поэтому здесь тоже тренировки. Кстати, прочитала по поводу заклеивания глаз. Ну, ладно, это не сегодняшняя тема, а то я уже уползла в другую сторону. Поехали дальше, а то мы не успеем. Так, вот об этом я тоже говорила. Сейчас я, наверное, покрупнее сделаю. Вам нормально видно? Чуть-чуть я могу увеличить. Так, то есть как происходит обычно в норме, как должен развиваться ребенок, да, как должны развиваться его системы, моторные системы, для того, чтобы потом он, ну, дальше-дальше-дальше шло развитие, да, он становился более ловким, более, там, быстрым, да. То есть вначале у нас рефлексы. Это то, что проверяют после рождения ребенка, да, как вот он упирается ножками, как он откидывает ручки, эти сосательные рефлексы, все прочее. То есть это все проверяется, насколько есть рефлексы, и потом вот выставляют вот это по шкале Абгар оценку, да, насколько ребенок отреагировал на стимулы, на эти, которые на него воздействовали. Далее где-то там месяцев два, приблизительно, да, полтора до трех ребенок начинает... А, смотрите, развитие идет, оно сверху вниз. Что еще замечало? Что у детей с особенностями обычно или какие-то скачки, да, происходят, или вот не началось развитие, да, голову ребенок, шею не поднимает, ну, уже там месяца три-четыре ему, он еще не очень-то шея окрепла, мама уже понимает, что, а, ну, надо же уже его сажать, да, начинают сажать, то есть пропускают какие-то этапы. Пропускают, ну, еще почему они пропускают? Потому что когда сенсорные системы как-то расстроены, ребенку очень сложно двигаться, да, они, ну, как бы ленивые, больше лежат, не будут тянуться сильно там за игрушкой, там и поползти не хочет, да, будет проще покричать, мама подаст, то есть это все, знаете, как хом, по накатам, и начинается это все с рождения, вот это вот расстройство. Естественно, родители максимально пытаются, ну, реагировать на сигналы ребенка, максимально помогают, иногда делая вот, ну, то, что ему не нужно, да, и ребенок, получается, что ребенок мало тренируется, и какие-то моменты пропускаются, соответственно, потом они влияют и на дальнейшее физическое развитие. Так вот, как у нас по очереди идет развитие мышц сверху вниз. При рефлексе сказала, да, потом ребенок начинает голову держать, шею, для этого, говорят, выкладывать на животик, то есть, когда шея и голова уже уверенно ребенок может поднимать, опускать, там, поворачивать голову, ребенок начинает, ну, дальше система, да, продолжает развиваться вниз, опускаться, да, плечевой пояс начинает развиваться, локти, руки, ребенок начинает опираться на ручки, ну, там, сначала как-то напрямые, потом научается подтягивать локти, опираться на локотки, и лежать уже, и держать, например, игрушку в ручках, и уже вот так играться с расстоянием, да, там, назад, вперед, головой. Со временем, вот, такие, это зарядка, да, это физические упражнения, такие ежедневные, начинает укрепляться спина. Укрепляется спина, идут, когда спина более-менее окрепла, в принципе, дети сами пытаются сесть, да, как-то уже, то есть, руки уже окрепли, они отталкиваются ручками, как-то уже на бедро, пытаются сесть. Вот тут часто родители такую ошибку совершают. Ну, у детей с особенностями, да, это запоздало бывает, долго они не сидят, голова там это болтается, их на руки берут. Некоторые, знаете, в три года приходят, голова это забракидывается. Говорит о том, что, ну, ребенка, да, носили на руках, все правильно, это все хорошо, но, тем не менее, не успела эта вот система мышцы развиться. Может быть, его там сажали раньше времени, посадили, нагрузка пошла на спину, на позвоночник, шея так и осталась слабенькой, да, не было необходимости вот немного находиться в положении упора на локте. То есть, ребенок сидит, потом ползает. Происходит. Ольга пишет, сначала пошли, потом стали ползать. Ну, кстати, многие говорят о том, что дети сначала пошли, потом начали ползать. А у некоторых вообще говорят, что не ползали. Дети не ползали. И тут вот как раз таки, это знаете, когда проявляется, что дети не ползали, когда на велосипеде нужно учиться кататься. И никак не получается. То есть, очень часто завязано с этим. Потому что, когда ребенок ползает, неважно, по-пластунски или на четвереньках, правильно, чтобы ползти, да, контрлатеральные действия, получается, да. Крест-надрест. Идет правая рука, левая нога. Ну, и наоборот. Соответственно, вот в межполушарное переключение право-лево происходит вот эта вот тренировка. И целый день ребенок там ползает, тренируется, и таким образом тренируется мозг. Плюс на руку стимуляция идет. Ребенок, который ходит, у него ручки не так стимулируются, нежели тот, который месяц или там два месяца добросовестно отползал. Представляете, вот он где ползет, там руками он все это и трогает. Тут вот она, тактильная система как раз-таки, да, развивается. И пальчики укрепляются, и ладони, и запястья писать потом, кстати, да. То есть те, кто не ползал, у них потом проблема и с письмом, потому что они пишут не кистью, они пишут всей рукой. Вот так вот. У них вся рука, плеча до кисти, это сплошной такой рычаг, и они вот пишут этой рукой. Соответственно, мышцы все напряжены, рука устает, поэтому дети не раскрашивают, не рисуют, ну, и потом плохо писать, устают, да, и ножи им тоже страдают. И тогда нужно специально уже заниматься с кистью отдельно, да, всякие упражнения специальные давать для того, чтобы кисть разрабатывать. А вот те, кто ползал, в волю наползались, у них дело лучше с этим, потому что тут рука отработана, отработана, ну, руки отработаны более-менее нормально, да, при ползании, то есть каждая часть руки работала, выполняла свою функцию. Так, дальше, значит, ребенок ползает, ползает, тут укрепляются с помощью ползания ноги, руки, ребенок становится, ну, более вертикально, да, пытается, становится на колени, там, да, подползет к диванчику и, там, придерживается, встает, привстает на колени уже, потом на одно колено, то есть одну ножку уже выставляет, и потом, держась за что-то, уже встает, да, учится стоять. Ребенок стоит возле, там, дивана, возле кресла, возле стульчика, пока с опорой, тем самым укрепляются ноги, он, там, переминается, с ноги на ногу, пока держится. Потом отрабатывается, вот, вестибулярный аппарат, равновесие, ребенок начинает ходить, да, потихоньку, сначала придерживается, падает, встает, учится вставать без поддержки, да, без, вот здесь вот, когда сильно активно родители включаются, да, не дают возможности ребенку самому пробовать, самому вставать, тут же, да, ребенок упал, тут же его поднимают, ставят на ноги, иди дальше, да, там, или эти, затренчик, как это, ну, сбруя это, да, держит. Я это рассказываю, потому что сама это все делала, понимаете, сама это все прошла, и вот сейчас, например, какие-то моменты жалею, что надо было поменьше вот на эти вещи обращать внимание, да, пыль бы он там где-то сам на коврике поковырялся, лишний раз сам встал без помощи и больше бы развился, то есть меньше было бы проблем потом исправлять, когда он подрос. Поэтому говорю вот прям родителям заранее, особенно те, кто вот следующих детей там, да, собираетесь или уже есть какие-то малыши, то есть не включайтесь больше, чем нужно. Почему дети раньше были такие более активные, ну, родителям на нас было, ну, не было времени сильно много уделять внимания, да, работали, а мы там сами где-то развивались, в веслях, в детском саду, никто нас так не носил, не поднимал, все сами. Поэтому мы более такие, подвижные, более спортивные получились в нашем поколении. Вот, а после нас уже мы имели возможность больше с детьми быть, это, конечно, хорошо, вот, но вот это повлияло на физическое развитие, кстати, в общей массе детей, и обычных, и необычных. Так, дальше, значит, после равновесия, когда ребенок уже почувствовал, что, да, свое положение в пространстве, положение тела, ребенок ходит и бегает, начинает бегать, потому что для того, чтобы бегать, нужно отрывать, уже отрываться, там, да, на какую-то секунду от земли, момент, да, когда ребенок бежит, вот это быстрое переключение с ноги на ногу, идет уже какой-то отрыв от земли, там, на секундочку, и потом прыжки, это уже вот, когда две ноги отрываются от земли, вот она, гравитационная система. Вот такое идет развитие в норме, по времени, оно у всех индивидуально, есть, конечно, медицинские, там, какие-то прописные нормы, где, вот там, восток, это должен голову держать, восток, это сесть, но, честно говоря, дети все разные, на это можно не обращать внимания, главное, последовательность. Так, проект ответила, а если до года развитие было в норме, а после года стали появляться нарушения? Ну, что-то произошло, значит, вот, после года у вас, там, некоторые родители грешат на прививки, или на какую-то инфекцию, которую ребенок перенес, да, или какую-то болезнь, бывает там, ну, какая-то болезнь, и, ну, медикаментозное какое-то было, может быть, лечение, или интенсивное, или неправильное, и происходят нарушения какие-то. У всех-то причина разная бывает. Почему отключаются, почему вот этот сигнал сенсорный стал приходить, если, например, до года все, все отлично было, все было, все рефлексы, все было в норме, все сигналы и, ну, ответы, да, а потом что-то произошло, почему-то нарушение было. Так, все, на вопрос я ответила. Поехали дальше. Что мы имеем? Ну, годам, к двум обычно, уже точно, родители понимают, ну, некоторые раньше, конечно, что-то не так. Кто-то, вот, у ребенка происходит, да, как-то вот он что-то не может делать, да, что-то с руками, что-то с ногами, но я сейчас не говорю про вообще про все реакции, да, что там начинает кричать на звуки на какие-то и на свет и еще на что-то. Мы сейчас тут сенсорную систему прям всю не будем затрагивать, именно про физическую активность. Ребенку сложно, да, сигнал идет неадекватный, вот, внешний стимул как-то перерабатывается неправильно. Соответственно, ребенок противится какой-то физической активности, особенно непроизвольной, когда, ну, мы предлагаем что-то сделать, да, и ребенок это не делает. То есть, свои какие-то действия, может быть, которые легко или которые насыщают сенсорную систему, ребенок делает удовольствием и много. Обычно это вот называется самостимуляцией, да, и ребенок в стиле. Это тоже связано все, это какая-то физическая активность тоже, да, кто-то бегает, кто-то кружится, кто-то чем-то машет, кто-то что-то толкает или где-то лежит, в общем, что-то происходит такое, что, ну, ребенок понял, да, что вот когда он это делает, то получает, ну, что-то для своего организма получает, да, какое-то удовлетворение, становится легче. Ну, какой пример я родителям, да, когда непосредственно сама работаю, я даю возможность почувствовать родителям, что может чувствовать ребенок. Например, могу дать какие-то очки цветные, интенсивные, да, и просить, например, называть цвет. подавать какие-то предметы и просить, и прошу назвать цвет. Соответственно, родители же они неправильно видят, да, они начинают, ну, плюс, да, это взрослый человек, у которого система вся, все развивались нормально, он может там что-то еще догадаться, но тем не менее это сложно. Или, например, даю какие-то очень-очень толстые меховые перчатки и высыпаю пазл, там, говорю, собирайте пазл или мозаику, да, и вот в этих толстых перчатках, когда пальцы не чувствуют ничего, вот пытаются тоже складывать, а плюс еще если и очки и перчатки, да, попробуйте, попробуйте вот это сделать обычное, там, ну, то, что мы просим сделать детей, собрать пирамидку, собрать пазл, там, из мозаики что-то выстроить, это, это сложно, учитывая, что у нас это развито, мы умеем это делать, а вы просите сделать ребенка что-то новое, да, для него, что он, ну, еще не умеет делать, еще не научился, так как плюс у него все еще сенсорные системы расстроены, насколько это сложно, вот представьте, насколько это иногда невозможно, соответственно, из-за того, что это сложно, дети начинают вот этих вещей избегать, да, они не делают, ну, или противятся, даже иногда там, какие-то и агрессии бывают, капризничают, уходят, убегают, поэтому, когда мы разрабатываем какой-то комплекс упражнений, какой-то, да, прибыльный заниматься спортом с ребенком, нужно к этому подойти очень серьезно, да, не просто так дать ему мяч, что иди, деда, и коня во двор, а серьезно отнестись, да, сделать эти занятия максимально интересными, максимально понятными и полезными, естественно, да, все это полезно, но начинаем мы с того, что ребенка заинтересовать, поэтому, какие мы можем использовать здесь моменты, да, что мы должны учитывать, во-первых, так как непроизвольная деятельность нарушена, чаще всего, то есть, по инструкции дети мало что выполняют, но дети с особенностями охотно выполняют какие-то правила, которым мы их приучили, да, когда мы вводим эти правила, ребенок может противиться, но если мы подкрепляем какую-то последовательность действий, правильно ее выстраиваем, и из раза в раз повторяем, то ребенок приукает, да, даже некоторые вещи, которые не нравятся, они все равно это делают, потому что привыкли, да, потому что это изо дня в день эти упражнения были, поэтому вот, когда мы придумываем какой-то комплекс, какое-то занятие, то можно их выстраивать вот по одной и той же схеме, да, менять там то, что нам нужно, исходя из целей, но тем не менее схема работы может быть одна и та же. это вот такой момент важный, который надо учитывать при работе с детьми с особенностями, то есть нормотипичному ребенку наоборот интересно, когда каждое занятие что-то новенькое совсем, да, все другое, то здесь же чаще всего, не всегда, но чаще всего хорошо, когда идет определенная последовательность, да, например, сделали какие-то упражнения на имитацию типа зарядки, потом там где-то поползали, что-то куда-то покидали, попрыгали, потом полазили по лестнице, потом что-то там еще какие-то упражнения сделали, и всегда они будут в одной и той же последовательности. Ребенку это понятно, это уже не порождает сопротивление, да, когда понятно, когда известно, что зачем, а там уже внутри мы можем что-то менять, да, цвет менять, какие-то тактильные вещи менять, что-то добавлять, количество повторений увеличивать, уменьшать, вес там, да, чего-то, там, если это гантельки какие-то, или мечи, с этим можем там, да, поиграться, поменять вот эти моменты. Можно, есть дети, которые там, например, у них есть какой-то специнтерес, и можно вот комплекс весь, да, заданий именно под этот специнтерес разработать. например, вот у нас мальчик был, который любил одно время, для пятен, но тогда было, знаки, и вот с дорожной знаки всякие, да, и вот мы спортивные комплекс упражнений мы продумывали под эти знаки, да, ставили возле каждого снаряда этот знак, он знал, что это означает, там, повернуть направо, налево, все это нарисовали, и вот по этим знакам ходил, передвигался, да, вот от одного задания к другому, также мама его под эти знаки учила и вырезать, то есть он просто так ножницы вырезать не хотел, а вот знаки вырезать, она отказалась говорить, тебе нужен знак, вырезай сам, раскрашивать точно так же, она распечатала ему черно-белые, они же должны быть цветные, он как бы требовал прям максимального, максимальной реалистичности, то есть раскрашивал, и все у нас под эти знаки, выбрать цифры, если у детей, или динозавры сейчас там у многих, или какие-то супергерои, то же самое это можно использовать для того, чтобы заинтересовать ребенка, простюмировать, замотивировать, да, вот этот аспект мотивационный обычно у деток с особенностями он страдает, трудно замотивировать чем-то, да, и нужно использовать то, что работает, можно проводить это все в каком-то едином сюжете, ну, тоже, кстати, по опыту не всегда это работает, то есть можно продумать, что там какой-нибудь динозаврик Дина, да, пошел по дорожке, ну, в общем, какую-то сказку, какой-то квест придумать, ну, для всех деток, то есть я, например, много занималась с детьми, которые были очень тяжелыми в плане работы, да, они там не понимали обращенную речь, были без, ну, невербальными, очень все сенсорные системы были расстроены, и там не до квестов было, да, там приходилось работать вот непосредственно с телом, да, и чуть ли не в руках с этим ребенком заниматься, без каких-либо там квестов и знаков, динозавров и все прочее, то есть это было на какой-то момент, пока начало работы, просто бессмысленно. Ну, и, соответственно, что важно, всегда нужно подбирать поощрение, да, если у ребенка получается, если он выполнил то, что вы хотели, хотя бы приблизительно к тому, что вы хотели, нужно это поощрить. Ну, поощрение у нас индивидуально, там, дальше, скажу еще про поощрение, тоже заметил, у нас малой маш, так и листочками перед глазами, все, как если честно, моргал глазами. Ну, вот все махи какие-то, да, кто-то руками, как-то, кто-то чем-то, это может быть так, это может быть перед глазами, так, так, может быть, это все глаза, настройка глаз. почему это видно, ну, то есть, это проявления могут быть разные, там, это, там, кружение сюда же, беготня туда-сюда, это тоже сюда же, махи вот эти, все, попытка настроить глаза, потому что зрительный анализатор у нас это вот первое, что у нас включается на любой стимул. да, мы куда-то входим и самая первая система, которая у нас включается, это зрительный, мы видим, да, видим, что перед нами, на улицу вышли, мы увидели, и только потом мы там понимаем, что дождик идет, там у нас накапало, или там солнце, или темно, или светло, ну, в смысле, это мы видим, а потом уже начинает чувствовать, уже там холодно нам или как-то, то есть, это все уже вторично, после. Самая важная такая система зрительная, ну, то есть, она прям очень сильно влияет на все, соответственно, из темов больше всего связаны со зрительной системой, и работать с ней наиболее сложно, потому что мы не можем увидеть, как ребенок видит. Если, например, с тактильной системой, с проприоцептивной, мы более-менее можем понять, как мы воздействуем на нее, да, то есть, ребенок меньше, там, ну, то есть, толкали его, или сильнее толкаться начинает, или меньше, или еще что-то, то есть, можно это как-то почувствовать, то со зрительной системой очень сложно. Мы можем понять, правильно ли работаем или нет, только потому, насколько ребенок меньше, там, перестал стимить, ну, то, что связано с глазными, стиму, а меньше перестал руками махать, значит, понимаем, что да, вроде бы мы подобрали упражнение так, что что-то там работает, насыщает эту систему, и опять-таки, ну, только мы догадываться об этом можем, да, и время нужно, чтобы понять. Не можем мы залезть в мозг и понять, как он видит, как воспринимает этот мир, насколько этот сигнал быстро приходит, насколько он правильный, как он, то есть, там, не знаю, может, верх ногами видит, может, он вообще видит, я не знаю, совсем другой мир какой-то там, то есть, как мозг воспринимает вот это действительно, поэтому, со зрительным анализатором труднее всего работать бывает. хорошо, если у вас будет какой-то набор инструментов спортивных, которые вы можете использовать, которые дома есть, и ребенок может сам использовать, и вы какие-то упражнения можете продумать, то есть, фитбол, обязательно, всем вообще рекомендую, в каждой семье был фитбол, универсальный такой снаряд, на котором очень много всего можно делать, и на разную систему, шведская стенка, с каким-то навесным оборудованием, опять-таки, то, что наиболее, считаете, может, да, подходить, там, кольца какие-то, ну, вот канат, например, у нас висит, у меня ребенок канатом как не пользовался, так и не пользуется, как-то, некоторые детки любят лазить, то есть, вы смотрите под то, что вы можете использовать вот в этом возрасте, который есть сейчас непосредственно ребенок. навесное оборудование, вот какие-то мешки, яйцо, вот сова-нянька, питерская фирма, они производят оборудование для сенсорных всяких комнат, ну, домашние, для домашнего использования, там у них вот это яйцо совы, такой подвесной мешок, я, например, сама делала такой мешок, вот в Икея, по-моему, тоже что-то продавалось, тоже много упражнений можно в нем делать для разных сенсорных систем, которые развивают и насыщают сенсорные системы. В общем, какой-то батут домашний можно, какие-то есть небольшие домашние комплексы с лесенками, там, с горизонтальными, с вертикальными, вот это вот можно, ну, хорошо, если это есть возможность, да, чтобы это было удобно, чтобы это использовать. И вот вернемся к мотивации. То есть обычно дети прямо не хотят ничего делать, ну, особенно то, что вы просите, то, что нужно, поэтому нужен вот этот мощный мотиватор, нужно придумать его. Ну, и сюда же, когда у вас выбрали, да, чем вы замотивируете ребенка, мой, кстати, у меня ребенок хорошо шел на пищевых проскепителях, не все родители это любят, да, говорят, что мы собачку дрессируем, да, там, за конфетку, но тем не менее, детей с особенностями, вот, пищевой, ну, это как бы понятный, понятный стимул, если ребенок любит конфеты, почему бы ими не воспользоваться, но здесь действует общее правило, да, те, которые мы используем для поощрения, для того, чтобы они были эффективными, надо подавать, мы даем поощрение обусловленное на чем-то, на поведение, то есть, сделал что-то, получил поощрение, сделал что-то, получил поощрение, через какое-то время дети привыкают, что не просто так им дают конфетку, да, то нужно, нужно что-то сделать, что сделать, опять-таки, мы показываем, что не просто так, там, он хочет прыгать и за это получает конфетку, нет, иногда бывает необусловленное поощрение, когда мы, ну, там другие цели, здесь, в спорте, когда мы пытаемся привить ребенку какие-то навыки спортивные, мы поощряем за что-то конкретное, ребенок должен понимать, за что он получит поощрение, вот тут помогает визуальное расписание, кстати, очень хорошо, сначала, потом, да, помните, вот этот момент, ну, по визуальному расписанию у меня весной были, может быть, еще и в этом цикле вебинаров тоже мы по визуальному расписанию проведем вебинары в Камильдюх, то есть, карточка, ну, в смысле, планшетка, сначала и потом, сначала прыгаем на батуте, потом конфетка, да, сначала бросаем мяч в корзину, потом конфетка, ну, то есть, то поощрение, конфетка это условно, да, вместо конфетки может быть любое, можно поиграть, у меня мальчик один, например, на планшете, вот он, дома ему не давали, кстати, момент депривации работает здесь, поощрениями, то есть, для того, чтобы поощрение работало, чтобы ребенок хотел его получить, а, соответственно, хотел что-то сделать за то, чтобы его получить, его надо депривировать, вот этот предмет, этот объект, да, то есть, просто так мы конфетки не даем, мы даем только за что-то, то же самое, там, например, с игрой в планшет, в телефон, просто так в свободном доступе этого нет, но дается вот после чего-то, за что-то, в виде поощрения, вот, я, например, давала, ну, как какую-то, скачала какие-то игры, которые, ну, коротенькие, да, которые занимала, там, играя 20 секунд, что-то делает ребенок, я даю ему эту игру, ну, проиграть в эту игру один раз, он играет, закончилась игра, все, убираем, опять мы делаем то, что нужно, задание выполняем, опять дается одна игра, когда мы поощряем предметами, некоторые родители говорят, вот я дам там ему этот предмет, да, эту игрушку, или этот планшет, потом не заберешь, там ребенок цепляется, начинает кричать, не отдавать, это привыкает они всех к тому, что они понимают, что у них забирают это не навсегда, нужно что-то сделать, но обычно одно-два занятия нужно для того, чтобы ребенок вот это правило понял, любой ребенок, вообще любой, работала с разными детьми, самыми прям сложнейшими, все равно они за два занятия понимают это правило, что что-то, что-то, они даже иногда не понимают, что от них нужно, да, что от них требуют, но они пытаются сделать, потому что им надо вот это вот, что они хотят получить, вот это поощрение, какую-то игрушку, да, или эту игру, или эту конфетку, и, соответственно, они иногда в замешательстве, ну, понятное дело, там используем подсказки, помогаем, что ребенок делал, он делает, получает это поощрение. Вот, поэтому мотиватор мы используем тот, который работает с этим ребенком. На чем я закончила, по поводу правил, да, то есть обусловлено, поощрение должно быть обусловлено на поведении, что-то сделал, получил поощрение, что-то сделал, получил поощрение. Незамедлительность. То есть мы поощряем сразу за то, что хотим поощрить, чтобы ребенок не успел еще что-нибудь другое сделать, потому что если ребенок не понимает обращенную речь, да, плохо распознает, может получиться так, что мы будем поощрять за что-то другое. То есть он что-то сделал, там, попрыгал на батуте, вы не успели дать поощрение, а он уже, например, перевернул, там, или ударил мяч ногой, который, там, или что-то бросил, и вы даете поощрение. После нескольких повторений вырабатывается такое, да, правило у ребенка, что поощряют вот именно вот за, вот за это вот, то, что он рассыпал, например, или то, что он бросил. Да, поэтому принцип незамедлительности здесь работает. Когда ребенок уже понимает отсроченное поощрение, то там уже можно не торопиться. Так, про депривацию сказано. И принцип примака, что такое? Это когда мы в виде, в качестве поощрения используем то действие любимое, которое уже стало любимым, в качестве, ну, то есть мы им поощряем. Сейчас приведу пример. Вот я приучала ребенка кататься на самокате. Он не умел, отказывался, и поощрением было печенье. Печенье, да, на диете у меня был, сейчас еще. И печенье, это было прямо депривировано, только за что-то он получал, без бетеновое. И вот он проезжал у меня, там, кое-как на этом самокате, там, да, тянул его, можно сказать, раз через комнату, я ему давала печенье. Очень сложно было, там, прям, в день один раз мы проезжали по прихожей за это печенье, потом два раза, три, со временем, естественно, каждодневные такие тренировки небольшие, дали свой результат, он научился ездить. Через какое-то время он стал уже по дому кататься свободно на самокате, и потом я увидела, что он прямо на самокате и перебегается по дому. Ну, катается и катается. И я уже стала прятать самокат, потому что он прямо очень его прелюбил, и с него практически не связал. Соответственно, да, вот это стало любимым занятием, и его можно было использовать уже как поощрение. Да, поняли момент, мы приучили к чему-то, это понравилось, и теперь мы это действие можем использовать как поощрение. Я стала самокат убирать, и мы там еще что-то учили делать, ну, не помню, уже там, аппликацию, допустим, да, он не хотел, потому что руками было, ему очень сложно всегда было делать, лепить, рисовать. И вот, например, у нас было условие, я убирала самокат, он просил на него, я говорю, ну, давай вот сейчас мы приклеим вот эту аппликацию, да, там, грибок этот, да, три кусочка этих, и все, и будешь кататься. Вот это принцип примака, то есть за аппликацию я давала возможность кататься на самокате. Поняли, да, так можно с любым действием. Нравится ребенку прыгать на батуте, значит, вы это поощрение включаете в комплекс упражнений ваших, то есть, например, кидаете мяч куда-то, в качестве поощрения даете попрыгать на батуте. Потом полазили по лесенке, учите там, да, что-то, в качестве поощрения даете попрыгать на батуте. Там еще что-то сделали, опять батуте, чередование такое. Оно и полезно, да, и нравится ребенку, и у вас такой прям комплекс получается. И посторонних каких-то мотиваторов в виде там конфеты или игры, или еще чего-то не нужно. Это прям получается такая, ну, последовательность хорошая и полезная. Ну, переходим непосредственно к упражнениям. Повторюсь, то, что я говорила в начале занятия. Спорт для ребенка с особенностями – это больше комплекс каких-то сенсорных упражнений, которые помогают сенсорную систему настроить, настроить все системы, чтобы они работают. И, соответственно, мы всегда, когда придумываем упражнения, мы ставим цель, мы должны четко знать, как мы воздействуем, куда мы воздействуем и для чего мы это делаем. Понятное дело, что можно и просто так погонять мяч, вроде бы так же бесцельно. Ну, то есть дать возможность ребенку делать то, что он хочет. И там, конечно, это тоже плюс, да, это тоже развивает. Но, тем не менее, когда мы именно работаем, придумываем занятия, задания, мы должны четко знать, что на что влияет, какую цель мы преследуем. Ну, лучше это, конечно, прописать, записать последовательность упражнений и пометить, да, какого результата вы хотите достигнуть в каждый раз. Потому что это показатель, вот этот результат, это показатель того, ну, достигли мы правильно, ли мы подобрали упражнение или нет. То, что советуют детям с особенностями – сенсорная диета. Сенсорная диета и протоколы Уилл Барбера. Это можете на Ютубе, вот на слайде видите его, Барбер протокол, на Ютубе набрать, и есть американские ролики, я вот не помню, я весной, по-моему, показывала, не загрузила я сегодня эти ролики, но на Ютубе они есть. Именно в латинице набирайте, потому что ролики американские, наших не встречала, таких качественных. Ну, чтобы понять, в чем сумма этого протокола. Это вот щетка, вы видите на первой картинке, вот эта щетка специальная для этого протокола. Эта щетка проходится по всему телу. Она такая, она пластиковая, но она не повреждает кожу никак, не царапает. Ощущения такие приятные, все дети обычно любят. И потом идет воздействие на пробриоцептивную систему. Там пальцы прорабатывают, да, каждый пальчик по 10 раз. То есть мы нажимаем, оттягиваем, нажимаем, оттягиваем, ну, естественно, да, чтобы не повредить суставы, это все аккуратно делается. Сначала пальцы, потом кисть идет, потом локоть идет, плечо. То же самое с ногами. Если ребенок маленький, это можно проделать руками. Если ребенок уже большой, мы можем дать возможность попрыгнуть на батуте, там подсчеток какой-то. Это то, что предлагает классический Уилл Баргер протокол. Я немножечко люблю, вот вместо того, чтобы пальцы, да, самому, у нас не маленький ребеночек, да, мы сами это делаем. Но если ребенок уже постарше, то мы можем на пробриоцептивную систему воздействовать по-другому. Мы можем целенаправленно дать упражнения, которые стимулируют каждый сустав. Вот на второй картинке вы видите, да, терапевтическая замазка. Ну или можете взять пластилин, где ребенок должен его, ну, размазать, да, как-то вот размазать, растянуть. Это первый момент. Второй момент, вот эту замазку у меня дети любили, я брала просто комок, и они туда вот по очереди пальцы, вот, ну, как бы всовывали, оно туда, палец этот погружается, тут же и тактильная система, да, такая, и про-преоцептивная разрабатывалась. Как звоночек, я еще какой-нибудь звук издавала, им очень нравилось всегда вот это занятие. И вот каждый пальчик мы втыкаем вот в этот пластилин, да. Ну, надо брать, конечно, не обычный пластилин, а вот если терапевтическую замазку не найдете, ну, сейчас есть вот эти всякие для рук, как их, ну, пластилин, который не прилипает вообще, да, он мягкий, и он не прилипает, не пачкает сильно руки. Вот такое что-то подойдет для этого. Центрная диета еще что-то такое. Это комплекс упражнений специальных, который направлен конкретно на определенные цели. Ну, вот, к примеру, если видите, что там, ну, с вестибулярной, да, с системой проблемы, то там будут упражнения, которые будут вот именно эту систему насыщать, вестибулярно. Там ощущения тела, да, у ребенка, то есть будем тогда упражнения давать, которые на вот пространстве, сейчас дальше там будут еще моменты, моменты эти упражнения, примеры. То есть мы прям прописываем эти все упражнения и что мы хотим достигнуть посредством этих упражнений. Прямо смотрим. Хорошо, конечно, если это сделает специалист, потому что, ну, если специалист смотрит ребенка, где-то на первом занятии уже большая часть проблем сенсорных видна на тестах, ну, в течение двух-трех занятий уже можно подобрать и комплекс упражнений, которые будут специально под вашего ребенка разработаны. Вы можете и сами попробовать. Я вот здесь примеры даю тех упражнений, которые, ну, не навредят. То есть специалист может дать какие-то более специальные упражнения, но надо точно знать, что они прям понадобятся. А здесь вот такие общие, которые, ну, делайте всем, да, и ничего страшного, то есть только плюс будет. Никакого вреда не сделайте. Итак, поехали, что у нас спортивное еще, что мы делаем? Помимо сенсорной диеты мы хотим, да, чтобы ребенок владел своим телом лучше. Что мы можем сделать? Это какие-то упражнения, где ребенок лазит, куда-то там пролезает, перелезает, куда-то забирается. Вот, ну, даю, например, задание по лестнице залезать. Опять-таки мы смотрим, как ребенок пользуется лестницей, как вот эти руки-ноги работают. Поочередно, да, насколько ребенок чувствует вот ногой. Некоторые забраться, заберутся, а слезть уже назад не могут, потому что все, они потерялись. Они ногой уже, например, ну, то, что они не видят, они не могут телом владеть. Когда лезут вверх, они глазами видят, где перекладины, да, они ручки переставили, посмотрели, как-то там, они с ножки поставили, а назад спускаться, все, они не видят, не чувствуют ногами. Это вот все нужно нарабатывать. Что в домашних условиях? Какие-то вот матрасы, может быть, ну, батуты, если есть возможность, да, прыжки. Вот с фитболом вибрация мне нравится, всем детям нравится. Вот с фитболом на первой картинке вы видите, да, прижимаем ребенка и быстро-быстро скучим по мячу руками и отмечать вот вибрации по всему телу, то, соответственно, все тело так стимулируется. Почти все детям нравится, они им радуются, помогают, там пытаются тоже стучать. Соответственно, тут тоже и руки работают, но они обычно не могут быстро-быстро это делать, они там что-то шлепают. Тут же тоже можно придумать упражнение и для хлопков с ритмом. Там дальше про ритм здесь говорить. Равновесие. Равновесие нужно у нас для того, чтобы ходить, не разваливаясь, для того, чтобы не спотыкаться, уверенно как-то бегать, лавировать между предметами, когда играем в догонялки. Сюда же и равновесие, помимо ловкости. Потому что, когда на двух ногах стоит ребенок, он более-менее уверен. Если он остается на одной ноге, все, уже равновесие потерялось, начинается болтанка. Поэтому упражнения, которые нацелены на равновесие, как вы можете поиграть. Это какие-то островки. Можно сделать их выпуклые. Если есть у вас подушки, может быть, небольшие диванные подушки положить, можно по ним шагать. Можно какие-то кучики, полусферы, или что-то такое. Или готовые купить, вот как на первой картинке. Они такие мягкие подушки, обшитые кожзамом. Такие островки. В любой можно их конфигурации выложить. И ребенок шагает. Вообще, я вырезала просто, например, круги цветные, из бумаги цветной. И мы играли с детьми в островки из одной цвета. Со светоощущением работали. Там нужно было, например, наступать только на красный, или только на зеленый. Или чередовать, например. Я задавала, на какой цвет сейчас наступить. То есть тут равновесие нужно было шагнуть, не выходя, не свалиться с этого островка. И цвет, и внимание, все это тренировалось. Какие-то бордюры, мостики. Ну, это можете прям даже на улице пока гуляете, чтобы ребенок по бордюру ходил. За ручку держите и идете. На фитболе тоже очень много упражнений, которые нацелены на равновесие. Естественно, поначалу вы придерживаете ребенка за две ноги, за руки, потом за одну ногу. И таким способом убираете физическую подсказку, оставляете то, что он больше сам удерживал равновесие. балансиры сюда же тоже. Про них тоже схожу подробно в авторник. С резинками упражнения тоже. То, что можно делать дома, вот на последней фотографии видите, да, всякие шаги, перешагивание, удерживание тела в определенном положении. Это все развивает равновесие. Гибкость. Как мы гибкость развиваем? Тоже можно использовать фитбол. Кстати, про фитбол тоже во вторник буду подробно говорить, поэтому сегодня я уже не углубляюсь. С маленького, с самого рождения можно использовать фитбол. И вот на протяжении всего-всего возраста и для себя, и для ребенка это можно делать. наклоны всевозможные. Сюда же упражнения из йоги можно использовать. Вот спорт, да, звероподобные упражнения. Есть даже зверо-йога так называемая для детей, то есть йогу адаптировали для детей. И часто это почти все эти упражнения связаны с гибкостью, с ловкостью. Тоже можно подобрать для ребенка, потому что почти всегда что-то бывает проблема с тонусом. То ли гипертонус, то ли гипотонус, то ли неравномерный тонус по телу. Соответственно, если вы тонус не приводите в порядок, это потом, когда ребенок вынужден сидеть за столом, он сидеть за столом ровно не может, он начинает растекаться по столу, начинает ложиться, куда-то там сползать под стол, перекашивает его. Это все с тонусом связано. И упражнения на гибкость помогают в том числе проработать этот момент, насколько мышцы более эластичные становятся, насколько мышечный корсет готов удерживать тело в правильном положении, в нужном, в статичном каком-то. Когда мы говорим о каких-то прыжках, те упражнения, которые связаны с прыжками, с висением, висом на чем-то, мы здесь говорим о проприотфективной системе чаще всего. И как вы можете заметить, если у ребенка проприотфективная система нарушена, это дети, я повторю, да, вначале я говорила, они обычно или что-то любят тягать тяжелое, или толкать, или поведение вызывает на то, чтобы их как-то сжимали, тянули, толкали, и могут спрыгивать откуда-то, забираться там, да, с дивана спрыгивать, прыгать на диване, на кровати, спрыгивать вниз, откуда-то забираться там, ну, если есть возможность куда-то забраться, на лесенку, на стеллажи, у нас дети забираются, на подоконник забираются, спрыгивают на пол вниз, на стульчики, ну, короче, прыгают. Что мы можем сделать? Вот здесь во время прыжков стимулируется очень хорошо проприотфективная система нижней части тела, то есть это забедренный сустав, колени, ступня, причем батут довольно, мягкое такое воздействие идет на эту систему, можно делать, ну, как бы, что ребенок забирался, да, вот он на турник подвесили, на шведскую стенку, на той высоте, на которой, безопасно, да, малышам пониже, естественно, там, ну, чтобы спрыгнуть сантиметров, там, 30, к примеру, да, те дети, кто постарше, можно повыше уже вешать, турник, там, да, полметра спрыгнуть, ну, как бы, не забывайте, чтобы внизу было безопасное пространство, безопасное покрытие, да, какое-то, или что-то такое, лежало, на плитку, да, на плитку, очень стимулирует, именно ноги, хорошо, когда мы еще и висим, это хорошо стимулирует, вот руки полностью, да, ключевой, локтевой, кистью, все эти суставы, так, вопрос, где можно почитать про занятия, на балансировочной доске, ну, в интернете, да, полно занятий, восприятие пространства, тоже очень, вот это вот, страдает ощущение себя, по отношению к, ну, к окружающему пространству, то есть дети наталкиваются на что-то, да, ходят, там, сбивают эти углы, цепляются за углы, например, не могут идти по дорожке, казалось бы, да, тропинка есть, нет, он будет идти где-то еще, ты говоришь, вот она же тропинка, иди по тропинке, нет, будет уносить ребенка, там, вправо, влево, куда-то, на траву, в грязь, куда угодно, то есть ребенок не способен, выдержите строй, опять-таки, да, вот, зарядка, когда в детском саду, или в школе, нужно идти строй, друг за другом, не могут идти, они, они выбиваются из строя, они, ну, ладно, там, если отстают, но это вправо, влево, куда-то, обычно вовнутрь круга, это, да, если по поводу, то есть, не способность, вообще ориентироваться в пространстве, понимать, где мое тело находится, вот, в данный момент, по отношению к другим предметам, да, вот эта разложенность, тоже очень часто такое, замечаю, и, значит, как мы можем это проработать, это лазание, всевозможные, ну, лабиринты, да, я не знаю, в домашних условиях, что можно сделать, есть специальный такой, длинный, длинный, такой, как кишка, материал, тянучий такой, да, и ребенок, ну, кстати, очень многие боятся, чтобы пролезать, потому что, ну, это замкнутое пространство, и не видно, где конец, да, ткань, она не видна, этого конца, этого коридора, очень многие дети боятся, поэтому лучше начинать с каких-то лабиринтов, где виден выход, да, вот с прямых сначала лабиринтов, можете поставить как-то подушки, да, диванные, вот, ну, домиком, там, две-три, две-три пары подушек, ребенок проползает, так, в мягкой школе, кстати, вот если у вас в городе есть мягкая школа, там предусмотрено очень много упражнений на восприятие пространства, и там дети занимаются обычно, ну, вместе с родителями, да, и вот такой живой лабиринт часто выстраивается, то есть родители становятся несколько человек на четвереньки, да, друг к другу боком, соответственно, получается такой живой лабиринт, а дети, малыши должны на четвереньках, вот там у родителей под животом, да, проползти, и там вот, ну, когда это группа, да, то есть, ну, несколько взрослых и несколько детей, то можно прорабатывать вот такие, вот такие задания, ну, если дома у вас там, не знаю, побольше людей, там, например, если 3-4 взрослых есть, там бабушка, дедушка, мама, папа, тоже можете попробовать встать на четвереньки, а ребенок проползает под вами, проползает на четвереньках, или потом можно пониже приднуться, чтобы ребенок в пластунке проползал, можно ставить ноги, колени поближе, то есть, чтобы, когда полз ребенок, он, ну, там прям прощемлялся, да, вот, ну, как бы, немножечко его даже прижимать, чтобы он с усилием там проползал, естественно, это все делается в удовольствие, да, и это не должно напугать ребенка как-то, да, что он там застрял, или еще что-то, потом вы можете устраивать, например, ну, какие-то препятствия, типа мышеловок, ну, зажали, да, ребенка, и он должен высвободиться, опять-таки, он должен высвободиться с помощью, ну, сам придумать, да, телом как-то, потому что, иногда зажимаешь, и он ждет инструкции, там, ногу вытащи, руку вытащи, вот сюда лезь, туда лезь, вперед, назад, это те дети, которые сами, они теряются, они привыкли, что ими кто-то управляет, себя подсказывает, там, мама обычно это делает, и они замирают, ну, или начинают просто, ну, физически ничего не делать, лежат, кричат, вот будут лежать и орать, а ни рукой, ни ногой, не пошевелят, то есть они теряются, соответственно, с такими детками, ну, аккуратненько надо, да, то есть делать сначала мышеловку, не плотную, а такую, вот иногда даже, вот сидит ребеночек, вот так вот его, ну, как бы руками, да, сделаешь, типа, муж, выбирайся, то есть банально надо просто, вот, вниз прыгнуться и под руки подлезть, а они теряются, вот это вот тоже восприятие пространства, оно разлажено, и это, и это важно, это первое, что нужно сказать, самое первое, что мы настраиваем, сюда же, вот как в какой спорт, бассейн, да, ну, то есть можно в ванне плавать, ежедневно, да, купание в ванне, купание с разными предметами, которые касаются тела, там, это какие-то игрушки могут быть, я еще, знаете, интересно делала, шарики, много этих, шариков надувных, я их набрала водой, ну, небольших шариков, небольших, которые маленького диаметра, но они там с водой, как медузы, они были в ванне, и ребенок в этом плавал, да, в этих шариках, и это тоже касание со всех сторон тела, тоже помогает, ну, понимать, но что многие дети не понимают вообще, что у них там сзади, что там спина есть и попа, вот прищепки прицепишь на ней, да, в занятиях спереди, они их видят, они их снимут, на спине где-то там, на попе, сзади на ногах, прищепки, они чувствуют, что что-то там им мешает, но они не понимают, что у них там еще что-то есть, в их восприятии, в их карте тела, вся задняя часть отсутствует, ну, потому что они ее не видят, и это все вот в упражнениях, там, где чувствуют, ну, со всех сторон нужно чувствовать, да, и спиной пролезть, проползти, там, вот какие-то вещи, где зажимают, ну, в смысле, зажимаются дети, это вот, ну, вот это яйцо совы, да, мешки, которые подвесную, вот эта вот ткань, материал, кстати, сейчас, это сейчас мне прям идея в голову, пришла модно йога, вот в этих, в шелковых этих мешках, ну, для взрослых, да, и вот, мне кажется, такой мешок очень бы хорошо тоже подошел для детей, для того, чтобы вот восприятие пространства у них выстроить, ну, и там тоже очень много, кстати, упражнений можно в нем сделать, если у вас есть такая возможность ходить, вот на такую йогу, воздушная йога, она как-то называется, но она под детей не адаптирована, но вдруг кто-то захочет это сделать, мне кажется, это было очень хорошо пошло, и вот я не зря, прям специально выставила фотографию на лошади, катание верхом, ну, просто некоторые дети боятся животных, тоже насильно не нужно через страх тянуть, но те, кто не боится, очень хорошо, катание верхом, ну, естественно, под присмотром, естественно, чтобы это был специалист, потому что там тоже определенный комплекс упражнений, там тело рефлекторно, тело ребенка рефлекторно подстраивается под движение лошади, и вот это, ну, то есть, очень сильная, мощная происходит стимуляция, вот этих сенсорных систем, да, как двигается тело, почему вот у детей с ДЦП очень хорошо идет катание на лошадях, но мне кажется, вот у детей с аутизмом, кто не боится лошади, у кого сильно с гравитационной системой, да, разлада нет, потому что ноги-то оторваны, земли довольно-таки высоко, очень хорошо вот эти упражнения, катание на лошади, ну, на остыке, может быть, там, там, где нужно подстроиться. Те, у кого нет возможности на лошади кататься, можете, там, как бы использовать тело человеческое, ну, да, папу поставили на четвереньки, посадили ребенка, ну, придерживайте, чтобы не свалился, если маленький, если уже, видите, что сам держится, вы можете, то есть катайте, катайте просто так, чувствуете, насколько, знаете, что замечала, я часто катала на четвереньках детей, это и лежа, когда ребенок лежит на вас на спине, да, вы ползете, вы спиной почувствуете, насколько ребенок, ну, насколько система расстроена, они большую часть лежат как мешок, они даже не держатся, вот, то есть начинаешь поворачиваться вправо-влево, и они вот просто как мешок сползают, да, то есть приходится подстраиваться под того, чтобы он не упал, и наоборот ребенок, да, держится, там тело свое выстраивает, а ты как-то держишь, чтобы он не шлепнулся из тебя, потому что он просто как мешочек, это говорит о том, что ну вообще, да, тело, ребенок телом не управляет, и нужно заниматься, надо катать на четвереньках каждый день, и увидите, что вот со временем, через несколько дней, тело уже, ребенка более уверенно держится, да, уже подстраивается под ваши движения, уже не только лежит, но, например, уже и сажаем, да, он уже сидя может удерживаться, там, да, как на лошадке, на самом деле, и держаться, то есть упражнения прям, ну как бы без затрат, без каких-то, да, финансовых, вообще очень отличные, а так, ну, когда уровень уже повыше, развитие, да, физического ребенка, физический уровень ребенка повыше, используем, вот я ролики не записала, со своим сыном, что мы делаем, там, кстати, в мягкой школе подобные вещи используют, когда тело взрослого человека используется как, ну, вот именно снаряд, да, и где нужно удержаться как-то, то есть это нужно, вместо балансира, стоять на ногах, там взрослый садится, например, на корточки, ребенок встает ногами на, на бедра, да, вот сюда, на колени, ко взрослому, держится за плечи, и нужно стоять, балансировать, ну, тело, как бы, оно, да, это же не камень, да, оно шатается, там, дрожит, и нужно удержаться, баланс удержать, сначала держась за, ну, там, за плечи, или за голову, потом уже без рук, это очень сложно, ну, балансировать, вот так, потом, ну, там, всякие поддержки, да, вот как, если посмотреть, не знаю, из акробатики, наверное, да, вот эти вещи можно использовать, но это уже уровень такой, когда ребенок более-менее научился своим телом владеть, так, поехали дальше, вот на это, обратите внимание, вот на это упражнение, с пространства, чувство ритма, тоже часто бывает расстроено, вплоть до того, что, например, просишь, ну, как бы, да, имитацию, когда делаем, стучать, там, раз, два, и ребенок, ну, теряется, там, я уже молчу, про какой-то более сложный ритм, ну, то есть, начинаем с того, что, удар, да, хлоп, должен повторить один раз, хлоп, 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 потом уже можно начать два раза, и далеко не у всех получается, и довольно много нужно усилий, тренировок, чтобы минимальный ритм удержать, сюда же барабан, я картиночки, да, нашла, там, можно скучать в барабанах какой-то, и многие, ну, потешки, связаны с ритмом, где нужно под определенный ритм, что-то делать, там, ножками потопали, ручками похлопали, это под музыку делается, это делается под какие-то команды, здесь же имитация, ну, это чем не спор, да, это вот, ну, танцы, такие детские танцы, где нужно то покружиться, то попрыгать, то похлопать, то же самое, посмотрите, насколько ваши дети могут это сделать, хотя бы даже простой, да, удержать простой ритм, два раза там, в ладоши, два раза потопали, опять два раза в ладоши, два раза потопали, да, элементарная вещь, попробуйте, насколько они могут это сделать, насколько они могут повторить, насколько они могут удержать ритм, Это как раз-таки слуховой анализатор здесь работает в связке с остальной системой в таких занятиях, в таких заданиях. Про это тоже вначале говорила, зрительно-моторная координация, здесь у нас зрительный анализатор задействован, здесь переключение, здесь проекция, насколько рассчитать расстояние. Если мы берем, если постучать по мешку, рассчитать расстояние, рассчитать силу, сигнал должен мозга дать адекватный ответ на то, что как правой рукой двигать, как левой рукой двигать, это если руки задействованы, если ноги задействованы, дать сигнал ногам, как прыгнуть. Ну вот, смотрите, картинка разу. Четвертая картинка, это я сфотографировала в одной московской инклюзивной школе, там в коридоре вот такие приклеенные, ну просто как этот пластырь, да, или как скотч такой цветной. И дети на перемене, значит, прыгают, то есть они должны прыгнуть прямо, да, следующий прыжок боком, прямо-боком, прямо-боком. И в момент прыжка, смотрите, надо увидеть, да, как расположить ноги, как прыгнуть. Ну сюда же классики, да, вот эти вот, то, что мы играли все детство. Это очень полезная игра была, и там она не одна была, там много вариаций было. Очень полезная, которая вот зрительно-моторную координацию развивала. Броски всевозможные, где нужно бросить мяч куда-то в корзину, просто в какие-то ведерки бросать мячики, игра в снежки сюда же. Там, где нужно, ну вот стрелять, например, да, в тире, ну это для тех, кто постарше, естественно, для деток. Ну, можно попробовать. Тоже очень, вот если расстроена вот эта вот зрительно-моторная, ну, то есть там дисфункция есть, не получается. Потому что здесь должна быть четкая связка глаз и руки. Ну, или если это там футбол, например, глаз и ноги, сейчас дальше будем об этом говорить. Тоже уделите внимание вот этим вот моментам. Как тело, ну, то есть как сигнал зрительный поступает и дает какую команду остальным мышцам, насколько мышцы адекватно реагируют на это. Это тоже видно вот в таких простых упражнениях, да, куда-то нажать пальцем. Пусть даже не ударить, ладно, там, да, если мы берем малышню. Вот то, что я говорила, комок за маски, когда я просила пальцем нажимать туда, да, ну, это как игра в звонок, да, они нажимают, и я издаю звук тогда, думаю, ды-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы. Ну, тот, который нравится ребенку, там, я обычно разные звуки придумала. И, например, я держала комок, ребенок пальцем прицеливается, в этот момент глаза уже куда-то смотрят на что-то другое. Я меняю положение, он промахивается, он вынужден вернуть глаза, да, что такое, не попал. Опять прицеливается, и вот когда вот так, например, мы играли, я следила за тем, чтобы ребенок до конца, глаза не следил до конца, до того момента, как он коснется этой замазки. Потому что почти у всех наблюдаю, он посмотрел, где находится этот мячик, да, пальцем пытается туда, а это глаза уже поехали. Как этот ребенок будет рисовать, как этот ребенок будет писать, если он глазами не следит за руками. Это вот элементарно, это, ну, затрагивается. Пусть даже не за маску, да, берете, вот, ручку, да, дотронуться пальчиком, дотронуться. Если видите, чтобы он глазами до конца снизился, дотронулся, поменяли положение, дотронулся, поменяли положение. Вот у вас, насколько работают, да, зрительные, глаза связаны с рукой. Поняли, да, вот как можно даже с малышами проработать это. Уже не берем там какие-то спортивные снаряды, простые вещи с тем, насколько глаз настроен у ребенка. Почти у всех вижу вот это нарушение. Так, поехали дальше. Ну, смотрите, самокат, велосипед. Почти тоже, ну, не знаю, в 80% детей наблюдают проблемы с велосипедом. Родители жалуются. Какой момент здесь, что ребенок или только рулит, или только крутит педали? Ну, это начинается еще с того момента, когда велосипед такой детский, да, вот с этой ручкой сзади, когда родитель, ножки стоят на педалях, родитель катит, этой ручкой сам управляет, ноги на педалях просто сами крутятся. Когда эту ручку убирают, думают, что, ну, уже там года 4 или 5 ребенку, они думают, он же сейчас поедет, я с 2 года-то его откатала на велосипеде, и понимают, что, ну, толкают, к примеру, да, его катят, он вроде бы рулит. Говорят, крути педали. Ребенок крутит педали, но при этом забывает правую. Это когда у нас несбалансировано, ну, бывает право-лево несбалансировано, знаете, да? Когда правое и левое полушария, межполушарное взаимодействие нарушено. А бывает вверх-вниз. То есть, когда работают руки, ноги у нас отключаются. Когда работают ноги, руки отключаются. Такие детки, как мы это можем увидеть? Ребенок бежит, ну, то есть, ноги-то двигаются, но руки при этом, ну, то есть, они как-то болтаются сами по себе. Замечали, да, такое? То есть, нет группировки, нет вот этих контрнатуральных движений, которые должны быть, да? Когда ребенок бежит, руки, ну, крест на крест, да, левая нога идет с правой рукой, правая нога с левой рукой. Контрнатуральные движения, это называется. Почти все животные двигаются у нас контрнатурально. И наши движения, естественно, тоже на этом завязаны. Когда идет вот эта дисгармония вверх и низа, ноги бегут, руки болтаются просто как сосиски. Соответственно, ребенок и на велосипеде не поедет, потому что должна быть вот эта связка, руки с ногами должны работать совместно. И это тоже нарабатывает. Вот тут ползание, да, вспоминайте наше ползание, которое допустили многие. Ну, не у всех. Я не говорю, что есть дети, которые не ползали, но каким-то образом они наработали все равно вот этот момент. Но у наших, у тех, у кого особенности есть, у кого сенсорная система разложена, у них обычно вот эта проблема. И это с помощью тоже упражнений. То есть к велосипеду подходим очень-очень медленно, да, чтобы ребенок управлялся. А тут же велосипед еще, когда без приставных колесиков, тут у нас уже вестибулярная система и глаза сюда же, да, надо у них препятствия, надо вовремя, чтобы сигнал пришел, дал сигнал ногам и рукам куда повернуть, чтобы не врезаться куда-то. То есть тут все системы завязаны в одну. Ну, вот в последние годы появились беговелы, кстати, считаю, очень хорошая штука. Раньше их не было, а вот последних, может, лет 8, я вижу, прямо в свободном они в магазинах продаются у нас. И мне кажется, это хорошая подготовка к велосипеду, потому что там есть опора на ноги, да, у нас вестибулярка, там, равновесие не так сложно удержать, как на велосипеде. Ноги все-таки стоят на земле, ноги выполняют более-менее привычные движения, ну, то есть идут, да, как бы идут, бегут, и больше внимания уделяется, как рулить правильно. Ирина пишет, кажется, с велосипедом еще и лень срабатывает, на самокате легче. Ну, кому как, вот, говорю, разных детей встречала, кто-то на велосипеде уже ездит, а самокате нет. Там немножко другие моменты задействованы. Там в самокате больше равновесия. Это надо на одной ноге стоять, другой ногой толкаться. Ну, наверное, попроще, да, с самокатом. Ну, если мы берем двухколесный велосипед, конечно, который, ну, уже, да, там, прям, максимально все, чтобы работало. Тот, который с приставными колесиками, где, хотя бы равновесие, ну, можно не удерживать, тот попроще. Я, знаете, замечала, ну, колесики, они обычно прикручены, да, немножечко, ну, чтобы была возможность удерживать равновесие. Как-то тренироваться, они чуть выше сделаны. И вот это завалено на одну сторону, ребенок едет, велосипед завален на это колесо, на одно, ну, потому что равновесие не умеют удерживать, и он там крутит педали эти, катит как-то. Вот такие вещи вижу. Поняли, да, то есть мы переходим к этому постепенно. Ну, беговел, велосипед, самокат. Я рассказала уже, да, вначале, как мы приучались к самокату очень долго, но потом вот он, как бы, любимым таким стал предметом, когда стало получаться. У нас принцип такой, да, во всех поведениях работает. Мы используем, показываем то поведение, ну, если у нас есть выбор, какое поведение показать в данной ситуации, мы показываем то поведение, которое требует наименьших затрат энергии. И то, что многократно мы уже повторяли, у нас хорошо получается, соответственно, энергии сюда затрачивается меньше, соответственно, это поведение будет повторяться чаще. И когда мы обучаем новому поведению, например, катанию на самокате, еще ребенок не умеет, да, мышцы, ну, не знают, как себя вести, мозг не знает, какой сигнал отдавать в каждой ситуации, на это затрачивается очень много энергии, и это сложно. Поэтому, как вы там написали, да, лень. Это не лень, просто настолько много энергии затрачивается на это, что, ну, как бы, ребенку проще отказаться, потому что, ну, сложно. А там еще много своих процессов, да, там в голове еще идет процесс какой-то постоянно. У меня ребенок боится самоката, на машине тоже не садится, на машинке тоже. Надо посмотреть, что, почему, почему он боится самоката, Лиана. То есть можно, да, вот, Сергей Пишет, покататься на месте. Здесь, знаете, можно использовать систематическую диссенсибилизацию. То есть, ну, если вы хотите приучить, да, ребенка к чему-то, к какому-то объекту, которого он боится, можно просто, ну, положить самокат, и чтобы он крутил эти колесики. Ну, то есть надо посмотреть, почему боится, какая причина, может быть, он упал, или вообще-то не получается до такой степени, что не знает, ну, то есть, да, как к нему подойти, то есть настолько это сложно. Покрутили колеса, повертели, потом постояли, там, рядом с ним, покатили, поставили ребенка на самокат вместе с собой. Я со своим катаюсь вместе, уже большой, да, у нас такой взрослый самокат. Я становлюсь сзади, он становится спереди, и мы поехали. Медленно вначале, да, чтобы не испугался ребенок. То есть он просто стоит на этой доске, а вы вытолкаетесь. То есть постепенно, да, через силу не нужно, не нужно напугать, потому что если ребенок с особенностями, они негативный опыт очень сильно запоминают, нам много лет вперед, потом может вообще не подойти к этому самокату. То есть любой опыт новый, он должен быть в плюс идти, да. То есть на шажочек вперед вы приближаетесь. То есть покатали сами, или поставили его, ну, если сами не помещаетесь, да, самокатик маленький, поставили его на самокат, ну, чтобы он, ноги на доске, руки на руле, провезли его. Все это должно быть позитивно, положительно. А потом уже, ну, не забывайте про мотиватор, да, то есть поощрить. То есть провез самокат, да, или конфетку, ну, конфетку, грубо говоря, да, что-то какое-то поощрение. Так, Ирина пишет, вначале сама каталась в самокате, сопровождаетесь с сильными позитивными эмоциями, получились. Вот. То есть можно показать, в общем, ситуации каждый раз разные. Почему боится, надо, во-первых, понять. А тогда уже понимать, что делать. Для кого-то работает, что они много-много наблюдают, что вот, ну, другие дети катаются, или мама катается, 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 и все классно, все это с эмоциями, все это весело. Для кого-то срабатывает, для кого-то нет. Зависит от ребенка. Не забывайте всегда про мотивацию. И мотивация индивидуальная здесь будет. Он встает, я толкаю, но сам не едет. Сам не едет, смотрите, как вот, это же, это трудно. Это одной ногой надо стоять, другой толкаться. Насколько у него вообще вот это вот, это навык определенный такой. Нужно посмотреть, почему, ну, как бы, почему. Он может не прыгать, можете начать с того, что он может прыгать на одной ножке, на другой ножке. Менять ноги. Бегать с высоким подниманием бедра. Нет. Видите, а вы хотите, он может прыгать на одной ножке, на другой ножке, хотя бы два раза. Пробуйте, поставили на одну ножку. Ну, если он может имитировать, да, можете просить, делать так, да, ставили на одну ножку, подпрыгивайте. Хотя бы два раза, разочка. Чтобы вторая нога с отрывом была. Если нет, то, ну, с помощью физической какой-то, с физической поддержки, подсказки. А тогда уже пойдет именно самокат. Там же, видите, момент, надо баланс удержать на одной ноге. Так, поехали дальше, а то у нас время уже совсем осталось. Игровые виды спорта, это зачастую, чаще всего, сложнее всего дается детям с особенностями. Почему? Потому что нам много слишком стимулов. У много людей, если это командный вид спорта, вообще очень сложно. Нужно быстрое переключение внимания у всех систем, да, тут и слуховая, тут у нас и визуальная система. Нужно отслеживать за тем, кто что делает, плюс отслеживать еще там мяч, это, да, который, ну, или волейбол, баскетбол, футбол, все сюда же, хоккей. Вот. Плюс это там где-то кричат, вопят, зовут друг друга. И чаще всего, если ребенок с особенностями, это не получается. То есть они стоят в сторонке. Ну, хорошо, если там вся команда нацелена на то, чтобы ребенка подтянуть, что очень редко бывает, да, всем обычно наплевать. И лучше это, ну, осваивать игровые виды спорта, ну, со своими, да, там, с мамой, с папой, там, с братом, с сестрой, вдвоем. И потихоньку увеличивать количество людей. То есть играем вдвоем в футбол, да, естественно, учим, учим, как бить. Каждый этап отучаем отдельно, как бросать мяч в корзину, как его вести. Или если это футбол, как ударить по мячу, как вести мяч в футболе. Ну, то есть вот эти вот какие-то трюки, да, простые, элементарные. Теннис, вот теннис, пинг-понг очень хорошо, вот, связь глаз-рука настраивает, но опять-таки сложно, нужно удерживать внимание. То есть начинаем вот с того, что я говорила, да, следить за кнопкой, за ручкой, глазами, не отрываясь, и переключать внимание, а вы меняете разные стороны. То есть начинаем с этого. Если это ребенок не может, он не сможет играть ни в теннис, ни в футбол, ни в волейбол. То есть он будет кидать куда зря, он не будет следить за мячом постоянно, да, это пока игра идет, в течение, например, ну, тренировка, да, 40 минут, нужно следить за вот этим одним объектом, за этим мячиком задним. А плюс еще за остальными там, да, кто чего, кто куда побежал, куда кинут. То есть это сложно, поэтому детям с особенностями все-таки советуют не групповые виды спорта, ну, это как потом, как следующий этап, да, какие-то индивидуальные виды спорта, где ребенок с тренером один на один, может быть, даже какие-то единоборства. Тоже из опыта, так вот, ну, наблюдаю, очень хорошо идут, ну, у мальчиков, да, ну, вот и у девочек, то есть какие-то там, длино. Но еще здесь про преоцептивные системы у нас, не забывайте, у кого гипочувствительность, и у тех, кто в сенсорном поиске, те, кто любят тяжести тягать, те, кто любят толкаться, вот сюда самое-самое, ну, то есть если дома вы можете побоксировать там, да, если есть возможность адаптировать, все индивидуально, опять-таки, да, не то, что вы отдали ребенка и пусть его там дубасят, чтобы это был индивидуальный подход, тренер понимал особенности, опять-таки, целенаправленно давал какие-то упражнения. И детям с вот этим гипочувствительностью, опять-таки, пространственное вот это восприятие, вот эти все броски на мат, да, на юзюдо, самбо и все прочее, если это грамотно и, ну, не травмоопасно, да, ну, выстроено все обучение, очень нравится. Это насыщает все сенсорные системы очень хорошо. И если есть такая возможность вот этим заниматься индивидуально, то очень классно будет, вот, ну, для ребенка, ну, для мальчика точно. Так, тут, ну, я тоже попросила ее катать, катала-катала, потом очередь, ну, и покатай, сказала, теперь сама. В общем, поняли, да, у всех работает по-разному, как к самокату приучить. Кому-то, с кем-то надо вместе, кому-то нужна мощная мотивация, какая-то мощная нужна. То есть у всех свой подход. Так, что у нас еще? Ну, и в заключение скажу, любые занятия, любых занятий физически. Главное, система регулярных. Лучше каждый день по 10 минут заниматься, чем раз в неделю час. И занятия должны быть систематические, для того, чтобы сенсорная система тренировалась регулярно, регулярно шел. Есть возможность несколько раз в день заниматься по 5 минут. Лучше по 5 минут несколько раз в день. Ну, один раз в день – это минимум. Когда даю задание на том же фитболе, да, элементарных, там, пару-тройку упражнений. Ну, ребенок, раз в неделю, к примеру, приходит на занятия, да. Я прекрасно понимаю, что этот раз в неделю – это не что. Нужны постоянные занятия ежедневные, хотя бы понемножку. Даю задание родителям. Да, вот сделайте вот так, вот так и так. Вот такие два упражнения. Каждый день 5 минут это занимает. Приходит ребенок через неделю. Всегда видно, занимались родители или не занимались. То есть, насколько система, ну, продвинулся ребенок, вот, эта система, насколько она стала более отзывчивой или нет, это видно только по занятиям. Поэтому, если решили заниматься чем-то, то чуть-чуть, но каждый день. Прям вот в расписание свое введите там занятия, физические, физические упражнения. Хотя бы ту же самую сенсорную диету, как минимум. Тоже хотя бы уилл-баргер-контакол. Он там занимает 3 минуты. Хотя бы это, если уже прям совсем не так по времени или там не получается. Естественно, все занятия должны быть безопасны, понятны. Сюда же визуальное расписание у нас. Мы еще будем его касаться. Не забывайте о том, что нужно усложнять, чтобы развивались все системы. Упражнения, задания должны усложняться. То есть мы всегда должны что-то преодолевать, какие-то небольшие трудности. Потому что иногда ребенку что-то понравится. Прыгает на батуте, к примеру. Вначале не умеет, потом начинает прыгать. Это нравится, он просто прыгает. На кровати, на диване, на батуте. Но для того, чтобы развитие какое-то было, давайте придумывайте трюки какие-то. Ну там прыгает, ножки в стороны вместе, в стороны вместе. Уже задействован, уже мозг включен. Уже это не автоматически получается. То есть как только видите, что у ребенка что-то на автоматизм переходит, меняйте. Меняйте так, чтобы действия были осознаны. Когда ум включен, как надо управлять телом. Тогда будет идти работа. Автоматизм не должен быть. То есть если автоматизм, это уже... Они обычно прыгают, а в голове свои мультики. Ну это как бы у взрослых у нас, да. То, что мы делаем на автомате, не требует уже команды какой-то, да. Он занят какими-нибудь своими проблемами, а руки делают. Посуда моется, да, в голове там непонятно, что идет. Так и у детей. Видите, что автоматизм начался? Меняйте, добавляйте что-то. Пусть прыгает под хлопки, да. Включайте руки. Не только ноги, пусть и руки задействованы будут. Какие-то элементарные там трюки, не знаю, повороты, да. В момент прыжка надо повернуться там на 90 градусов. Потом на 90 научились на 180 поворачивать. Ну то есть в момент прыжка, да. Должен развернуться то спинкой, то лицом к вам. Потом они и на 360 научаются. Ну и естественно всегда положительные эмоции. Не заставляйте никогда насильно, через силу, через слезы. Вообще отобьете какое-либо желание заниматься. Этого не должно быть. То есть занимайтесь, когда у ребенка хорошее настроение, когда у вас хорошее настроение, чтобы вы эмоционально как-то не среагировали на неудачу. Тем самым не отбили желание заниматься. То есть вот это основные правила, главное при всех, при любых своих занятиях. Продолжение следует.